Начинаем нашу плановую встречу Совета директоров Института Северного Арктического Федерального Университета. И первым вопросом сегодняшней повестки дня подписание соглашения о сотрудничестве с Архангельским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Большая часть тех людей, которые активно участвуют в работе этой общественной организации, это выпускники тех вузов, которые составили основу, фундамент Федерального Университета. И это как раз пример успеха, потому что люди все состоявшиеся, сделавшие свою правильную карьеру, приносящие пользу нашему городу, обществу, России. А сейчас я с удовольствием предоставляю слово Дмитрию Васильевичу, который, кстати, выпускник в свое время физико-математического факультета, кандидат экономических наук. И как мы выяснили, с 2007 года успешно преподает в нашем университете. Человек незаурядный, талантливый, не только бизнесмен, но и журналист. Елена Владимировна, уважаемые преподаватели, коллеги, добрый день всем. «Деловая Россия» – это общественная организация, которая объединяет предпринимателей несырьевого рынка. Наше взаимодействие, которое началось в октябре прошлого года в рамках Второго Северного Конгресса, явилось сегодня в подписании соглашения о сотрудничестве. Это форма государственно-частного партнерства. И одно из направлений, которое мы планируем развивать, это, конечно же, круглые столы, взаимодействие со студентами. И еще одно направление, которое мы бы хотели развить, вот у нас есть проект, это издание книги «Древнейшая история Архангельской области». Именно древнейший. Поэтому вот в таком ключе, по таким направлениям мы планируем взаимодействовать с университетом. Коллеги, приступаем к нашему важному событию. Я очень надеюсь, что в рамках этого сотрудничества состоятся и индивидуальные встречи уже людей, состоявшихся с молодежью. И ребята, которые в жизни уже чего-то достигли, расскажут и о себе, и о своих бизнесах, и о том, как в этой жизни нужно решать самые сложные задачи и достигать самых высоких целей. Это соглашение предполагает в том числе участие членов этой общественной организации и в написании новых стандартов образовательных, новых образовательных программ. Потому что задача университета – это практика, ориентированная подготовка специалистов. И мы надеемся на организацию производственных практик на предприятиях. И, безусловно, будем продумать иные новые инновационные формы взаимодействия.